Ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас не игровой видеоролик, сегодня у нас разговорный видос, который связан с изоляцией 3.0, финальная она или нет, решать явно не мне, а ситуации, которая у нас происходит на данный период времени. Сегодня я бы хотел посвятить этому отдельный видос, поговорить с вами про изоляцию, поговорить про майский челлендж, который сегодня у нас появился, который уже стартует завтра, то есть на момент выкладывания данного видеоролика челлендж майский уже начался, вы уже его выполняете, уже смотрите, перебираетесь и какие-то супер ништячки там фармите и зарабатываете. Ну а я же в свою очередь лишь все это дело обозреваю, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Сегодня делаем акцент исключительно, наверное, на изоляции, майский челлендж я вообще по сути сегодня не хотел обозревать, не хотел ничего рассказывать, я знаю, что вам интересно мое личное мнение по этому поводу, что я вообще думаю, что стоит выполнять, что не стоит выполнять, на что стоит сделать акцент на данной изоляции, вообще, насколько она крутая изоляция, по моему мнению, я слышу ваши отзывы, я слышу то, что вы говорите на стримах, то, что вы пишете в комментариях под видосами и, конечно же, данный видеоролик у нас появляется. Сразу же, если сказать вкратце, то по данной изоляции у меня есть определенные приоритеты, да, то, что я точно буду выполнять и есть также вещи, которые, ну, мне не совсем понравились и, скорее всего, на них акцент делать на данную изоляцию вообще, в принципе, не буду. Изоляция, к слову, проходит у нас с 15 мая по 31 мая, то есть до конца данного месяца, 15 дней или даже 16 дней у нас там получается, если честно, я немножечко... А, 17 даже, 17 дней, тут же написано, для дурочков написано 17 дней. В принципе, довольно-таки круто, можно подформить с тем ребятам, которые играют на постоянной основе в эту игру, ну и также кому-то можно получить чуть больше призов, кому-то чуть меньше, кому-то что-то из этого извлечь, а кому-то просто даже не заходить в игру, потому что вам это, возможно, даже и не надо. Что касаемо фондов и опыта 1.75, мое мнение, довольно-таки круто, да, то, что на довольно длительный период времени у нас фонды приближенные к x2, то есть с 0.25 до x2, я считаю, что это очень приятный бонус для всех игроков, которые играют у нас в матчмейкинговых боях, плюс ко всему этому еще и опыт увеличен в также 1.75, и я считаю, что для меня лично, да, на моих определенных аккаунтах, на том же Чиппердейле, да, на котором я играю, это отличный бонус для того, чтобы я поднял, например, новое звание, чтобы я смог приобрести резисты, да, то есть вы знаете, что я вообще планирую на этом аккаунте покупать и что мне для этого нужно, и, само собой, звание мне необходимо. Я считаю, что в этом плане это, конечно, очень достойный и крутой бонус, то, что я могу зафармить. Что касаемо других ребят, которые, например, не хотели бы получать настолько жесткого там фарма или еще чего-либо, то да, ну, можно сказать, что вам не совсем там приятно, кто не любит там зарабатывать большое количество опыта, любит только фармить фонды, есть какие-то определенные нюансы, но я думаю, что на них я бы, наверное, закрыл глаза. Дальше переходим уже, соответственно, к миссиям, которые у нас вообще появляются. Как вы знаете, на первую изоляцию у нас была супермиссия на 100 тысяч опыта на 10 дней приема, которую можно было получить в преде за данную миссию. Сейчас же у нас в последующих изоляциях уже большее количество всяких разных интересных и не совсем интересных миссий имеется, и вы уже можете либо выполнять там все, либо выполнять что-то одно, что вам нравится, и делать определенный акцент на это. Я же сегодня пройдусь по всему этому и расскажу вообще, что я собираюсь, например, выполнять, а что я собираюсь даже как бы, ну, не притрагиваться, наверное. Первая миссия это у нас опасные салочки, то есть вам надо на Мамонте 50 оверов, о, 50 танков уничтожить с помощью овердрайва Мамонта. Приз 100 ускорений, понятное дело, что, ну, ну, что это, ну, это не приз, понятное дело, что это никому не интересен. Дальше там 30 тысяч очков в осаде, 100 батареечек, тоже такое себе, да, как бы и плюс написано то, что даже новобранцы смогут в режиме осаде играть, да, с период в этого времени. Ну, и плюс 3000 киллов ради дрона-минера. Изначально я, когда увидел это задание, я реально подумал о том, что круто, можно, например, выполнить, получить данный дрон, потому что у меня данного дрона, например, нет в гараже. Но потом я зашел в гараж, посмотрел его цену, посмотрел, что он стоит 50 тысяч кристаллов. Это получается на уже ближайших скидках, скорее всего, он будет стоить 25 тысяч. Я имею в виду скидки на день рождения того, это как бы отсылочка уже, да, друзья, если вы ловите мыслью, то красавчики. Это, ну, дешево, да, то есть, 3000 киллов бить, да, по сути, это долго, то есть, ну, я не скажу, что это быстро бьется, да, надо реально постараться набить эти киллы, 3000 киллов ради дрона, который стоит 25 тысяч кристаллов. Да, если бы мне бы там награда была именно там 50 тысяч кристаллов вместо дрона, у меня был бы больший стимул, да, выполнить это данное задание. Ну, а так как выполнять нам на твинсерии Кашетти Молоти, да, я не скажу, что эти печальные пушки там, то, что они ни о чем, но все же для себя-то я понимаю, что мне на основе есть другие пушки, которые мне больше нравятся и которые являются более имбованными в матчмейкинге. И я понимаю, что, по сути, скорее всего, нет никакого смысла даже выполнять мне данную миссию. Хотя, на момент записи видеоролика в голове еще прослеживается такая идея, чтобы просто набить, посмотреть, насколько долго это бьется и заодно как бы поиграть на твинсе, там, Рикки, Молоти, на тех пушках, которые я в последнее время особо долго не играю. Ну и за все эти три миссии, если вы все выполняете, получаете краску выжившей. Сразу скажу одно, если бы за эти три миссии давали бы не краску выжившей, а давали хотя бы пять дней према, игроков, которые бы выполнили бы это задание, было бы намного больше. Меня, например, краской не мотивирует абсолютно никак, вот просто никак. Так, то есть, краска мне, вот, хоть убей, она мне не нужна. Она мне не нужна, но для чего мне эта краска? То есть, любой другой приз, который был бы там, будь то премка, будь то танкойны какие-то, да, не в большом количестве даже, да, контейнеры там, недельный контейнер, простые контейнеры. Там, я уже не говорю даже про скин-контейнер, да, они бы меня мотивировали бы выполнить все эти задания. Но когда я вижу награду, краску, я для себя уже отлично понимаю, что все те призы, которые там 100 ускорений, 100 батареек, там, и минер-дрон, они меня не впечатляют абсолютно никак. И я уже сразу же четко понимаю, что мне оно нафиг не надо. Да, я могу выполнить, как я сказал, например, 3000 килов набить, да, там, и даже осаду эту выполнить, и все это дело бы сделать, но сам главный приз за эти три миссии меня не впечатляет. Поэтому я для себя отлично понимаю, что индивидуально и специально желание тратить свое время на выполнение именно исключительно данных миссий у меня нет. Что мы видим дальше? Дальше мы видим то, что всем игрокам, вне зависимости от звания, вне зависимости от того вообще играете вы, не играете, если вы заходите в игру в период времени с 15 мая до 1 июня, вы получаете в HTML версии в супер миссиях два контейнера. Просто халявных два контейнера. Ни за что. Сегодня, я думаю, что даже на данном видеоролике мы пойдем тоже заберем и посмотрим, что нам выпадет с этих двух контейнеров. Это, ну, сказать, что подгончик, ну, я сильно не могу, но все-таки какая-то минимальная, приятная вещь от разработки, разработчиков игры, да, она, как по мне, даже в каком-то смысле ценится. То, что все же какой-то подгон есть. Раньше, если вы знаете, в игру просто можно было заходить и получать там бонусы, кристаллы, нарку и все такое. И когда ты сейчас, например, просто там зайдешь в период времени, получишь два контейнера, это довольно-таки неплохо. Ну и вот, мы подошли уже, наконец-таки, к самым интересным миссиям, к тем миссиям, на которые я лично буду делать свой акцент и, возможно, даже попытаюсь выполнить их все. Это миссии для игроков, которые больше уделяют времени нашей игре, да, это не ребята, которые играют там часик, полчасика выполняют заданки в нашей игре и все. Это миссии для тех ребят, которые любят каждый денечек, там, по два, три, четыре часика поиграть в игрулечку, понагибулить, да, побить опыт, половить голдики, да. Для тех ребят, которые реально проводят время игры, им нравится эта игра, это миссии исключительно для данных игроков. Ну и я, наверное, в какой-то мере могу себя также отнести к этим игрокам. Миссия две у нас получается. Одна миссия это 10 тысяч очков в любых матчмейкинговых битвах и награда за нее один контейнер. Также поймать один голд в матчмейкинговой битве награда три золотых ящика. Отличный бонус. Вот серьезно. То есть, вот объективно даже я смотрю, что 10к опыта, да, вернее, 10к очков в любых матчмейкинговых битвах, даже приз один контейнер это норм, это реально норм. То есть, если вы не хотите, вы не выполняете их. То есть, не надо говорить, что это много. Дают контейнер нормальный приз. Это не 10 ддшек, это не 100, где тут было, 100 нитр, да, за 50 убийств мамонта овердрайвом, да. Нормальный контейнер, с которого может выпасть как хороший приз, так и не совсем хороший. И если ребята, которые играют просто на протяжении каждого дня в игру, заходят, набивают 10к очков, получают контейнер, они получают от этого дополнительный бонус, я думаю, что они остаются довольны и рады. Плюс, ловишь голд, получаешь 3 голда дополнительно. Я считаю, что это очень круто, и то, что в этой изоляции реально сделали хотя бы что-то, что стимулирует игроков, которые играют в нашу игру ежедневно. Ну и если эти ребята будут выполнять данные 2 задания, я забыл сказать, что это задание обнуляется раз в 24 часа, то есть, у вас один день есть на выполнение этой миссии, то есть, если вы выполняете в течение суток, получаете приз, и если вы эти задания выполняете в течение 17 дней, то есть подряд, то дополнительно еще получаете, за опыт получается, вы получаете дополнительно 5 контейнеров, то есть, в сумме вы можете формануть, это сколько у нас получается, 17 и 5, 22 контейнера, и дополнительно вы можете формануть 3 на 17, это у нас получается 51, 51 золотой ящик, да, правильно почитал? Да, 51 золотой ящик и плюс 15 недельных контейнеров, то есть, в сумме получается довольно-таки неплохая цифра, да, то есть, грубо говоря, как будто вы прошли там челлендж, только при этом вы просто били по 10 тысяч очков, и сказать, что 10 тысяч очков это чересчур много, я не могу, то есть, в среднем, если вы за бой, ну, даже вот, ну, рассматриваясь там, средний, ну, средний бой, просто средний бой, 500 опыта, 500 очков, 500 очков вы набиваете за бой, да, там, например, джиггернаутом или еще что-то, то есть, режимы, в которых нормально набираются опыт, то есть, средний опыт очки, я сразу говорю, да, джиггернаут, джиггернаут, ребят, джиггернаут, хотите набивать? Набивайте в джиггернауте, много быстрее у вас будет получаться делать. 500 очков, один бой, за час у вас в среднем будет получаться по 4 тысяч очков, то есть, грубо говоря, 2,5 часа, вы выполняете это задание. Для тех ребят, которые играют ежедневно, там, по 3, 4, 5 часов в игру, это вообще несложно, это абсолютно легкое, там, задание, там, например, вы, там, днем часик сыграли, ближе к вечеру часик сыграли, и, там, еще сыграли, там, полчасика, все, выполнили задание, получили плюс свой приз, на протяжении 17 дней поиграли, получили дополнительную награду, довольно неплохую, и я уверен, что пока вы будете бить эти 10 тысяч очков на протяжении этого периода энного времени, да, то есть, 2, там, 3 часа, вы обязательно сумеете поймать этот золотой ящик, на крайнем случае вы можете сами себе скинуть, там, гол, да, в этом бою матчмейкингом и просто побороться и забрать его, то есть, вы ловите 1 гол, получаете 3 гол, да, поэтому даже у вас, ну, как бы, дополнительный есть бонус, да, даже если вы скидываете гол свой, все равно дополнительный бонус получаете, поэтому, что касаемо данных двух заданий, мне они реально понравились, и я их реально оценил. Дальше у нас идут всякие спецпаки, как вы знаете, я на это вообще не обращаю никогда внимания и про это говорить не хочу, поэтому, если подытожить изоляцию 3.0, она лучше, чем вторая изоляция, в какой-то мере хуже, чем первая, но все же в ней есть, как минимум, две интересные задания, интересных заданки, которые можно выполнять ежедневно, и которые я, ну, если не получится на протяжении всех дней, да, выполнять, то хотя бы там из 17 дней, я там, ну, дней там 10, например, да, я выполню, потому что, ну, дополнительный бонус, дополнительный контейнер, никогда мне лишними не бывает, потому что до сих пор я свой иммунитет от поджога не выбил, а я его реально хочу выбить. Дальше мы переходим к майским праздникам, которые у нас появились сегодня, здесь, как всегда, все по дефолту, так, 50 уровней, скин-контейнер, да, все по дефолту, то есть 100 танкоинов, дополнительно там контейнеры, кристаллы, расходка и все то же самое, да, то есть я не буду даже сейчас тут рассматривать и что-то делаю, как бы акцентировать. Для меня обычный дефолтный челлендж, я уже устал про них говорить, я выполню этот челлендж, скорее всего, ну, на 99,9%, да, то есть, ну, получится у меня все равно его пройти, то, что я буду набивать, если миссии, ну, и, соответственно, получу дополнительные награды, и мне плюс остался один приз из скин-контейнера, который я реально хочу выбить, но здесь даже я больше сделаю акцент не на скин-контейнер, а делаю акцент на контейнеры, потому что, как я уже сказал ранее, буквально минуту назад, я хочу выбить устройство иммунитет от поджога, и пока я его не выбью на любой из своих корпусов, я, наверное, с этими челленджами не успокоюсь, потому что, ну, вы сами понимаете, мое отношение к донату и ко всему прочему, я ничего там покупать не собираюсь, но выбить определенно все это дело я, конечно же, хочу. Ну, и давайте теперь уже зайдем, заберем наши замечательные два контейнера, которые мне тут дают, просто мы любим вас, да, плюс все эти тут, как бы, уже заданки вы видите, я, к слову, друзья, тоже уже потихонечку, возможно, таки на стримах буду играть с HTML-версией, наконец-таки я сумел ее настроить так, чтобы в ВБСке все это дело работало, и я очень этому рад, то что, ну, могу уже пробовать хотя бы, все-таки вы сами понимаете, рано или поздно мы перейдем на эту версию игры, и также для тех ребят, которые смотрят данный видеоролик до конца, сделаю вам спойлер, то что я планирую видеоролик записать по поводу недостатков, косяков данной версии игры, который будет посвящен и адресован разработчикам данной игры, чтобы данные недочеты, недоработки улучшались, исправлялись, и я надеюсь, что на них будут делать акцент, то что видеоролик там дойдет до нужных лиц, вы поддержите, да, и мы вместе с вами сможем сделать данный клиент лучше, потому что я верю, что его можно улучшать, и на момент вчерашнего стрима я для себя где-то 5-7 пунктов, да, определенных нашел, которые нужно менять, нужно, обязательно, и тогда будет уже чувствоваться себя сам клиент немножко получше, но об этом я думаю, что не сегодня. Забираем два контейнера, отправляемся сразу в гаражик, открывать их, к слову, я, а у меня даже три, давно не открывал контейнеры здесь, посмотрим, может что-то выбью даже, миночки, ддшечки, неплохо, да, да, с минами халявные, и 5 голдов, неплохо, в принципе, пойдет, пойдет 5 золотых ящиков и на ручку, халявная, халявная пойдет. В общем и целом, друзья, как-то так, если вам понравился данный видеоролик, если вам нравится вообще разговорного формата видеоролики, то не забывайте прожимать лайк на данный видос, не забывайте подписываться на канал, приходить на стримы, как я уже сказал, в 22 часа вечера по московскому времени они проходят, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать стримы, видосы, чтобы узнавать обо всем первыми и лицезреть то, что у нас вместе с вами получается. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok